И то, как Гидеон подходит к Богу в этот момент. Мы видим в 36 стих 6 главы. Кажется, в 14 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал, что Мои овцы слышат Мой голос. Это то, как предпочтительно слушать Бога, слышать Его голос. Я не слышу голос где-то тут. Он здесь. Голос в моем сердце, я знаю, что Бог говорит со мной. Даже если я настоящий овца Иисуса, не всегда я его слышу так четко, как я бы хотела. И моя цель всегда лучше слышать Его, улучшить свою способность слышать Его. И в этом истории мы видим, что Гидеону дано задание, но он также не уверен, слышал ли он Бога точно. Он все еще смотрит на себя, как на слабого. Поэтому он ставит шкуру, шерсть. И он говорит, Бог, если ты на самом деле не посылаешь, что пускай шерсть будет мокрая, а земля вокруг нее сухой. И на следующее утро из шерсти можно было просто выжать воду. И вся земля вокруг была сухой. А завтра давай наоборот. Завтра, чтобы шерсть была сухой, а земля мокрой. Я знаю людей в Штатах. Возможно, таких в Украине нету. Которые живут свою жизнь и используют только шерсть. Они даже не пытаются слышать Духа Святого. Они просто постоянно ставят шерсть. Я устаю от таких людей. Потому что Иисус сказал, мои овцы слышат Мой голос. И я очень нетерпеливо с такими людьми. Я думаю, что я должен переехать, поэтому я поставлю шерсть. И у меня есть предложение о лучшей работе, поэтому, наверное, это Бог. И когда вы их спрашиваете, а что Бог говорит? Не знаю. Я поставил шерсть. Я хочу вам сказать такую новость. Сатана может работать через шерсть. Если вы постоянно ставите шерсть на... Если вы не развиваете свою способность, как овцы Бога, слышать Его голос, то тогда вас можно будет обмануть. Поэтому ранее я судила Гидиона за то, что он поставил шерсть. Я думаю, ну, Гидион, ну что ж ты такое делаешь? Зачем эта шерсть нужна? Бог лично показывает все. Скажет, что тебе надо будет сделать. И тебе ненажды не нужна эта шерсть. И затем я попадаю в ситуации, когда мой же суд возвращается ко мне. Утрясенный, нагнетенный, переполненный. И я начинала упомянуть от моего судения Гидиона. Призвание и то задание, которое было дано Гидиона, было настолько большим. То намного легче было понять, почему ему нужно это было ободрение. И когда я стала более зрелой. И становлюсь более комфортной с моей способностью мисс-херер Бога. И я, может быть, не всегда слышала Бога правильно. Иногда мне также нужна шерсть. Бог, был ли это ты? Услышала ли я тебя правильно? Я думаю, что ты сказал. Ты сказал то, что я услышала? Я думаю, вот что Гидион здесь сделал. И Бог знал, что он нуждался в ободрении. Бог мог бы упрекнуть Гидиона. Поэтому даже герои веры Поэтому они также могут возвратиться к Богу для того, чтобы получить дальнейшие указания. И когда он возвращается на поле боя, Гидион начинает с 32 тысяч человек. И говорит, все, кто боится, идите домой. 22 тысячи ушли. Поэтому остается 10 тысяч. Бог говорит, все равно еще слишком много людей. И сокращает количество до 300. С 32 тысячи ушли. С 32 тысяч до 300. Если бы я была предводителем, если бы я была главнокомандующим армией, меня бы это заставило понервничать. И Бог это сделал для того, чтобы весь Израиль узнал, что Бог победит в битве. Это первая часть седьмой главы. Бог еще раз ободряет Гидиона. Иди и послушай то, что они говорят во вражеском лагере. Это ободряет меня. И поэтому они идут, побеждают в битве. И затем израильский народ захотел сделать Гидиона царем. Гидион говорит, нет, не хочу этого. И вот, чему научил меня мой сын. Я никогда бы не заметила этого, но он учил на эту тему, и он указал на это. Восьмая глава. 24 стих. Я хочу напомнить вам об одном. Вплоть до этого момента, когда Гидион что-то делал, он всегда просил указания у Бога. А теперь впервые, после всех побед. И он также говорит, нет, они станут царем. Он создает свою собственную идею. Он говорит им, дайте мне ваши серьги. И они рады это сделать. Он берет их с серьги, расплавит их. И делает ефод из них. 27 стих. Из этого сделал Гидион ефод, положил его в своем городе, в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним. И был он сетью Гидиона и всему дому его. Даже герои веры могут возникать очень плохие идеи. И ефод стал ловушкой для его домашних. То, что начиналось как память о победе, Божья победа в нашей слабости стала идолом. У нас есть способность поклоняться прошлым победам. Мы можем это делать. И мы должны знать. Особенно, когда мы находимся на краю, на начале мирового пробуждения. Когда Бог будет брать слабое, немощное и творить великое через нас. И мы должны взять этот пример от Гидиона прямо сейчас. И когда придет победа, мы не будем из побед делать себе кумиров. И в моем сердце есть такое время, чтобы мы были готовы. И знали, что даже такие примерные люди, как Гидион, потерпели неудачи в этой сфере. Если Гидион потерпел неудачи, я тоже могу. Поэтому я молюсь, чтобы Бог не позволил случиться этому. Я не хочу поклоняться даже Твоим победам через меня. И ставить эти небольшие трофеи перед собой. Есть один человек, доктор Питер Вагнер, в Америке. Он записал очень хорошую книгу о смирении. Его знают по всей стране как спикера. И очень часто он говорит о том, что у него есть фотографии с известными людьми. И очень часто захотелось бы повесить все эти фотографии у себя на стене. И он называет эту стену стена эго. И он не весит эти фотографии на стенке. И это может стать похожим на Ефот Гидиона. Все те известные личности, с кем он встретился. И мы бы не хотели так же поступить. И где-то он может быть в доме. И это не на стене. Но где-то в моей доме я имею фотографии меня взбивляя руководителя Джорджа Буша. И где-то у меня дома есть фотография Юши. Я взбивляя Джорджа Буша. Где Джордж Буш? Да, before he was vice-president under Ronald Reagan. Джордж Буш номер один. Первый президент Джордж Буш. Получается, у меня есть фотография, как я... Он еще был вице-президентом по Дрейганам. И я как бы его руку и здоровалась с ним. Эта фотография ничего для меня не значит. Потому что если бы мне пришлось набрать телефонный номер и позвонить Джорджу Бушу и сказала бы, Кэрин Хортон звонит вам. Я не думаю бы, чтобы он принял мой звонок. Он меня не знает. То, что я ценю, это люди, которых я знаю. И с которыми у меня есть взаимоотношения. Я знаю вас лучше, чем Джорджа Буша. Один из них. Один из Джорджа Буша. Один или два. Первого или второго Буша. Я ценю отношения. Я думаю, что вы более вернете меня в следующий год, когда я вернусь. И я думаю, что в следующий год, если я приеду, то вы меня больше запомните. Мы должны ценить взаимоотношения. Мы должны ценить людей. Будьте очень настороже о том, чтобы враг может прийти и споймать вас. Теперь я знаю знаменитых людей. Я просто знаменита, потому что я знакома со знаменитостями. Вы знакомы со знаменитостями. Самым знаменитым на небе. Это единственная слава, которая имеет значение. So get your head straight now. Поэтому сейчас, пускай ваши мозги станут в правильное положение. So we don't go there. Чтобы мы не оказались в том месте. Okay. Now we can't talk about the heroes of faith without talking about King David. И мы, конечно, не можем просто пропустить героев веры без упоминания о царе Давиде. Now that is a huge story. Это огромная история. So we'll see that if God, how, well, not gonna see if God, I know God will. How is God gonna get us through this quickly? Поэтому посмотрим, как Бог поможет нам пройти через это быстро. Life is an adventure. Life is an adventure. Жизнь это приключение. Okay. I'm starting basically in 1 Samuel chapter 13. Я начинаю в основном с 1 Царств 13 главы. Saul has disobeyed God. Саул ослушался Бога. And God has told him you aren't gonna, your household is not gonna be on the throne forever. И Бог сказал, что твой дом не будет всегда восседать на троне. So look at chapter, I mean, chapter 13, verse 14. Глава 13, стих 14. This is a description of David. И здесь говорится о Давиде, его характере. This is what we want to copy in this hero. Would you read where it says the Lord has sought for himself a man? 13, 14. Господь найдет в себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не вспомнил того, что было повелено тебе Господа. A man after his own heart. Мужа по сердцу своему. I'm not exactly sure what that after his own heart means. Что значит это выражение сердца, муж по сердцу его? It could mean that David had a heart like God's. Возможно, сердце Давида было как сердце Бога. Or it could mean that David was always chasing after God's heart. He saw what was valuable. Или же Давид всегда пытался найти сердце Бога. Он ценил то, что ценно. Probably both. Наверное, и то, и другое. Probably both. Because I guarantee if I am chasing after God's heart, I'm going to catch it. То я поймаю его. And when I catch God's heart, that becomes my heart. То это сердце станет моим сердцем. And see, to me, this one verse is so, it's a foundation verse. И для меня этот стих это фундаментальный стих. God wants his leaders to have his heart. Бог хочет, чтобы его лидеры имели его сердце. He wants us to care for his sheep like he does. И он хочет, чтобы мы заботились о его овцах, так как он заботится о них. I don't get to beat the sheep. И мне не надо бить овец. I may want to. Хотя я могу этого хотеть. But they're not my sheep. Но эти овцы не мои овцы. They don't belong to me. И не принадлежат мне. They belong to him. Они принадлежат ему. I am taking care of someone else's sheep. Я забочусь о чьих-то овцах. So I better have the shepherd's heart. Поэтому лучше, чтобы у меня было сердце в пастыре. Okay. It's chapter 16. 16-я глава. Where Samuel comes to the house of Jesse. Когда Самуил приходит до Моисея и помазывает Давида в цари. I love this story, don't you? Мне нравится эта история. Как вам? All the good-looking sons go by and Samuel thinks this one's it. This one's it. Yeah. All of them the best-looking sons go by. Все самые красивые сыновья проходят мимо Самуила. And God says, you're looking at the wrong thing. И Бог говорит, ты ищешь не то, не то, что надо. I don't look on the outside. Я не смотрю на внешность. I look on the inside. Я смотрю на внутренность. And I told you guys this earlier in the week. И я вам уже говорила об этом ранее, на этой неделе. That we need to understand that God sees things in us that we don't see. И также Бог видит в нас то, чего мы не видим. He sees things in others that we don't see. И Он видит в других то, чего мы не видим. So we need to let Him be the ones to promote people. И поэтому Он только Он должен продвигать, повышать людей. It was after David was anointed после помазания Давида. That David went to the palace of Saul to play the music. Давид попадает в дворец Саула и играет музыку для него. And then here comes Голиаф. И затем появляется Голиаф. Now, Голиаф is big. Голиаф огромен. Huge. Здоровый. And he would come out and he would defy the armies. And say, pick one guy and we'll fight. They're all scared. These are not the heroes of faith. It are not the heroes of faith. David David's dad says, go take some food to your brothers. And David's dad says, go take some food to your brothers. He's not even in the battle. So he shows up. His brothers are not nice to him when he shows up. They don't say, gee, David, thanks for bringing us food. They say, what are you doing? Just come down to watch? Что ты пришел сюда? Смотреть за нами. But David, I guess he's just learned to ignore his big brothers. Which isn't a bad thing for us to do. Don't ever ignore the father. Don't ever ignore your big brother Jesus. Jesus. Don't ever ignore your leaders. But you do have some big brothers and sisters in the body of Christ. That may not understand what you're doing. They may not appreciate your motives. They may totally misjudge your motives. Just ignore them. Just ignore them. Don't get mad. Just ignore them. So David goes around and he's like what's going on? What's the deal? And David comes and asks what's What's happening? And so when he heard what was happening, look in verse 26 of chapter 17. Go ahead and read it. What's the sign of the covenant? Circumcision. Обрезание. So when he says who is this uncircumcised covenant, Philistine, he's saying this guy doesn't have the promise of God. Он говорит, что у этого человека нет обетования Бога. У него нет взаимоотношений с Богом. Поскольку мы находимся в завете, у нас есть все ресурсы Бога. И если я в завете с вами, ваша битва становится моей битвой. если я завете с тобой, то твой враг мой враг. Давид знал завет. Давид знал своего Бога. Это не из-за того, что он был такой смелый, или такой сильный, но потому, что он знал своего Бога. Он знал качество своего Бога. Он знал, что Бог не позволит ему проиграть. И он знал, что этот филистинлянин издевается над живым Богом. И вся смелость Давида основывалась на том, что он знал. Помните вначале я еще рассказала историю о двух людях, которые переходили озеро? Это не из-за того, сколько веры было у того человека. Но твердость того льда, по которому им надо было пройтись. Дэвид знал твердость характера Божьего. Он узнал об этом еще на полях, когда он пас овец. Он узнал это еще, когда поклонялся Богу своему. И общался с ним лицом к лицу. И он говорит царю Саулу, что он узнал о качествах своего Бога, когда еще боролся на полях. Те небольшие битвы, с которыми мы сталкиваемся, учат нас доверять Богу. так как он говорит, тот же Бог, который спас меня от медведя и льва, избавит меня от руки Голиафа. Он знал своего Бога. И когда он хочет сражаться с Голиафом, в 45-м стихе он говорит, я иду против тебя во имя Господа Бога воинства небесных. Еще раз это символизирует то, что Давид подчинялся власти и он шел не просто сам. Но Бог воинств Израилевых, Тот, кого ты поносишь. и он снова повторяет это Голиаф, это ты не меня ругаешь, не меня обзываешь, но ты обзываешь Бога. Затем в 48-м стихе когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться к навстречу Давиду. Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Мне нравится эта часть. Давид побежал в бой. Как будто он даже не мог дождаться победы. He couldn't wait. Remember the enemy is bread for us. I'm running to my meal. Can't wait to see how God's gonna do this. Now was he prepared? Был ли он готов? Yes. He had his sling. Да, у него была его праща. And he had his five stones. пять камней. Still don't know why he had five stones. One was enough. Я не знаю почему он пять взял с собой. одного было достаточно. Отпустил камень. Голиат прямо в голову. Это очень удивительно. что-то происходит в первое царство 18.4. Дэвид возвращается в дом Саула. Он и Иоаннафан становятся очень хорошими друзьями. И они заключают завет друг с другом. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою и дал ее Давиду. И также свой меч, лук и пояс свой Давиду. Я думаю, что Иоаннафан признает, что Давид это выбор Бога, выбор следующего царя. Иоаннафан мог возненавидеть Давида, потому что Давид должен был занять его место. Я бы Иоаннафана тоже назвала героем веры. Так как он хотел исполнения Божьего плана больше, чем своего продвижения. Иоанн мог видеть, что это план Бога. И сказал Давиду, иди Давид, это твое. Иоаннафан начинает завидовать Давиду. Потому что женщины поют. Давид убил десятки тысяч, Саул убил тысячи. И вот так они поют. Саул слышит это, и он начинает завидовать. герой веры. Мы не хотим ему подражать. Если вы начинаете завидовать тому, кого Бог продвигает, то я бы посоветовала вам посмотрите на себя и будьте жестоки в том, чтобы достать это из вашего сердца. Упадите на лицо перед Богом. Вы хотите быть как Иоаннафан, а не как Саул. завидует, Давид играет на арфе. И у Саула было копье. И он кидает это копье, пытаясь убить Давида. Хочет прибить его к стене. Давид убегает. Но в 12 стихе стал бояться Саула Давида. Если бы я была Давидом, то я бы боялась Саула. Но several times through these chapters it says that David behaved wisely. И несколько раз в этих лаговах говорится о том, что Давид вел себя мудро. И Господь был вместе с ним. Если мы называем Давида героем веры, и мы хотим подражать ему, то мы также должны быть мудрыми. это происходит несколько раз до тех пор, пока Давид в конце концов оставляет дом Саула. И David начинает собирать армию. Это 1 Samuel 22. В 22 главе Давид начинает собирать армию. И только посмотрите на эту замечательную армию, которую Бог собирает к Давиду. Собирались к нему все притесненные, все должники и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. 400 недовольных, неуспешных человек. И Бог делает армию из них. Они становятся сильными мужами Божьими. И поскольку Давид герой веры, то мы можем также брать с него пример. Помните, что люди, которые могут приходить к нам, они могут быть притесненными или должниками. Изменил ли Давид этих людей? Нет, Бог изменил. Бог использовал Давида. Бог может использовать нас, чтобы изменять жизнь людей. И Бог производит изменения в них. Мы должны вести их. В Псалмах говорится о Давиде, где говорится, что Давид вел их в чистоте сердца или в целостности своего сердца. Вот как мы должны вести с целостностью нашего сердца. Слово целостность означает быть постоянным, верным. Я знаю Валентина и Татьяна уже многие годы. Они такие же дома, когда вы их не видите, где-то находятся в другом месте. Это целостность. Как мы продолжим изучить Дэвид's life, он не делал все правильно. Если мы перечислим все его ошибки, возможно, мы не будем его считать героем. Но Бог сказал, что Давид был целостным человеком. Полноценным целостностью. И не обязательно все, чтобы было верно. Помните, что мы служим Яхве, а не Зевсу. И исполнил закон за нас. И наше сердце. Наше сердце должно соответствовать Божьему сердцу. Саул преследует Давида. 24-я глава. Одна из моих любимых историй. Что мне нравится в Библии, то, что она такая реальная. Вид со своими людьми скрываются в этой пещере. И вот именно вот эту пещеру надо было Саула выбрать. Поскольку ему нужно сходить в туалет. Поэтому он там по своим делам. И теперь Давид думает, что теперь я могу тебя поймать здесь. Я мог тебя здесь просто. Ты последний раз в меня кинул это копье. Все эти копья, которые ты кидал. Он этого не сделал, но он хотел, Саул знал. Поэтому он на носочках подходит к Саулу и отрезает у него одежду кусок. relate to that. Don't you relate understand that and see how he would feel that way? Verse 5 of chapter 24. Go ahead and read it. 5 25 25 24 5 24 глава 5 стих. И говорили Давиду люди его. Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал, тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Его сердце беспокоило его. Но после всего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. А он знал, что это было неверно. Его сердце беспокоило его. Он знал, что даже тот небольшой грех, который он совершил, не огромный грех, маленький, все равно это не было верно. Помните, мы говорили о связи между подчинением и верой? Он отошел от этого подчинения, так как Бог сделал Саула царем. Только Бог мог сместить Саула с должности царя. И даже этот небольшой кусочек одежды Саула все равно это было неверно. Мы так же хотели бы, чтобы такое сердце было у нас, которое не оставит нас в покое, даже если мы сделаем что-то маленькое. Если мы святы, помните, мы особая посуда. Мы даже не хотим небольшого пятнышка на нас. Мы хотим быть полностью чистыми. И пусть Дух Святой придет и обличит нас. Мы можем практиковать наше слушание, обличение Духа Святого. И так же, как с одной стороны, совесть кого-то может получить раны. As we practice listening to the Holy Spirit, our conscience can get tender. Когда мы слушаем обличение Духа Святого, то наше сердце станет нежным. We want to copy David like that. И мы хотели бы брать пример в этом с Давида. Okay. He spares him again in chapter 26. He has another chance to kill Saul, and he does it. И в 26-м, в 6-й главе, у него появляется еще один шанс убить Саула. And then there's this interesting episode with Nabal. И затем этот интересный эпизод с Навалом. It's in chapter 25 of 1 Samuel. 25-й главе. Nabal, his name means fool. Имя Навал, Навал значит глупец. Nabal is very foolish. Он был очень глупым. It's a good name. Это хорошее имя, очень хорошо ему подходит. Без того, чтобы углубляться, без углубления в детали истории. Набал acts in a wrong way towards David and his men. Навал неправильно относится к Давиду, к его людям. And David is so angry, he is about to kill him. И Давид настолько разлился, что мог его убить. Abigail, wife of Nabal. Abigail. Where does it talk about Abigail? Verse 3. Авигея, жена Навала. She is a wise woman. Она была умной. And so she goes, she takes the hospitality that Nabal should have offered. И она проявляет гостеприимство, которое должен был проявить Навал. Prevents David from killing Nabal. И останавливает Давида, чтобы Давид не убил Навала. And what I want us to see, as we look at David as a hero of the faith. И Давид, герой веры. He listened to her. Слушает ее. Even though he was angry. Даже если он был зол. He listened to her. Он послушал ее. And he said, thank you, you kept me from doing evil. И говорит, спасибо, ты меня остановила от зла. If we are going to copy him. Если мы хотим брать с него пример. We need to be able to listen to people when they say, stop, don't do it. And then we need to be able to say, thank you for stopping me. This is hard. There are times where Kirk will stop me from doing something stupid. Now in my heart, I may think, well, he was right. В моем сердце я буду думать, ну да, он был прав. But I need to tell him, thank you. Должна сказать ему, да, спасибо. You kept me from doing something stupid. Ты удержал меня от глупого поступка. Why is that hard? Почему это трудно? Because I'm so selfish. Потому что я такая эгоистичная. Потому что моя греховная природа все еще борется. Но эта греховная природа не победит. It's not going to win. Thank you. Okay. Let's go to chapter 30 of 1 Samuel. Мы просто перелетаем по жизни Давида. С одного места на другое. David and his men are encamped at Ziklag. Chapter 30, verse 1. I don't know how a Hebrew would pronounce it, but it looks like Ziklag in English. There you go. Амаликитяне напали с юга на Ziklag, взяли Ziklag и сожли его огнем. So David and his guys are all fighting a battle, and while they're fighting a battle, the Amalekites come in and take everything in the camp. And they come back, and they're all gone, and they are crying. The men are crying. Morning. И Амаликитяне уходят, David возвращается, и вот видит, что люди вопят. Our lives are gone, our kids are gone, our stuff is gone. Мы наше имущество забрали, детей забрали, жен забрали. And it says, even David's wives are gone. И даже забрали жен Давида. They've been taken captive. В плен. The people are wanting the stone David. Люди хотели побить камнями Давида. These are different people than the ones that wanted to stone Caleb. Это другие люди. Это не те люди, которые хотели побить Халева. These are good fighting men. Это воины. But they still wanted to stone him. Но все равно они хотели побить его камнями. Please understand, if we're going to be leaders in the body of Yeshua, также поймите, если мы хотим быть лидерами в теле Yeshua, we're going to have to put up with stuff like this. Нам также придется сталкиваться с таким. Sometimes even our good people, иногда даже наши хорошие люди, when they're in a lot of pain, когда проходят они много боли, are going to be mad at us. Будут злиться на нас. Look what David did at the end of verse 6. It says, David strengthened himself in the Lord. 6? What's in my Bible it is. 7 стих. Но Давид укрепился надеждой на Господа. Sometimes, if you're going to be a leader, you have to, even when people are all angry at you, you have to be able to encourage yourself. Yeah. Если вы собираетесь быть лидером, и люди навозлятся, то вы должны ободрять себя. You must. That was a word, that was part of your prophetic word, wasn't it? Вы должны это делать. Encourage yourself in the Lord. Укреплять себя в Боге. Don't waste your time being angry at those people that want to stone you. Не тратьте время на то, чтобы злиться на тех людей, которые хотели побить вас. They're in pain. Они проходят сквозь боль. Если бы Давид обернулся и принес и... А, если бы Давид ответил тем же и тоже побил их камнями, то... У Бога бы возникли проблемы. I can live with everybody wanting to stone me. I can be okay with everyone wanting to stone me. Я смогу выжить, если даже все захотят меня побить камнями. I cannot be... I'm not okay with God being unhappy with me. Но я не могу удовольствоваться тем, если Бог будет зол на меня. Go back to Jacob. I can't live without your blessing. Будет несчастен мной. И как Яков говорил, что я не могу жить без твоего благословения. И Давид спрашивает Бога, нужно ли идти в битву? Бог отвечает, что да. And they got them all back. They got everything back. Возвращают все обратно. Okay. It's time, in verse... Samuel 31, it is... God says it's time to take Saul out. of the picture. И в 31 главе приходит время, когда Саула нужно уже удалить с общей картины. And so, in a battle, Saul and all three of his sons die. И в битве Саул и все трое его сыновей умирают. Actually, Saul ends up falling on his own sword или же Саул падает на свой меч. When David gets the word at the beginning of second Samuel, когда Давид получает слово в начале второго царства, he does not rejoice. получает эту новость, он не обрадовался этому. He does not say, ok, now it's my turn. Он не говорил, что вот теперь моя очередь пришла. He mourns. Он плачет. On one level he is mourning for his brother, or his covenant brother, Jonathan. But I believe he was also mourning for what Saul could have been. But I believe he was also mourning for what Saul could have been. because Saul at one time was a mighty man. Поскольку в какое-то время Saul был великим человеком. He did not fulfill his potential. Но он не воспользовался своим потенциалом. I'm amazed at our ability in the body of Christ to rejoice when our brothers fall. можем радоваться когда наши братья падают. Такого не должно быть. If anybody had a reason to be happy someone was dead it would be David. He had a reason. Если у кого-то была причина радоваться чьей-то смерти то это Давид. But he didn't. Но он не радовался. Because he cared about God's covenant people. Поскольку он заботился он переживал о народе завета. О Божьем народе завета. Мой отец умер в 91-м году. Он умер в бедности. Он умер алкоголиком. И в последние годы его жизни он сделал многое такое что принесло мне боль. Очень много он сделал когда я еще только росла и это мне не помогло. когда я была на его похоронах чаще боли о чем я рыдала о скорбила о том что он мог сделать. я плакала о том что он мог сделать. И с тех пор очень часто я встречалась с Богом. еще в тот период благословения Торонто середина 90-х годов. Каждый раз когда у меня тогда были очень большие встречи с Богом. Всякий раз я вспоминала что-то хорошее о своем отце. Мой отец который привел меня к Иисусу. И он молился обо мне. И одно из моих воспоминаний помню как мой отец плавал держался на воде и он ждал пока эта маленькая крошечная девочка подойдет и спрыгнет с доски в бассейн. Он так долго ждал меня. Я подходила к концу доски смотрела вниз боялась напугалась уходила затем снова подходила к концу доски напугалась возвращалась а он просто ждал меня. я никогда не спрыгнула с той доски когда он меня ждал. И годы спустя я спрыгнула с доски когда его уже не было. И я сожалею. Я хотела чтобы у меня была такая смелость спрыгнуть с доски когда он ждал меня. И сейчас это драгоценное воспоминание для меня. И я думаю что когда Давид оплакивал Саула он оплакивал то что могло произойти. Он простил Саула и в его сердце не было никакого мусора. Поэтому он мог оплакивать Саула. Саула и Джонатан мертвы. Давид скорбит о них. еще проходит некоторое время пока Давид станет царем над Израилем. В конце концов он становится царем над Израилем. Я думаю что вы знаете о Давиде и о той скине которую он создал. Если Давид один из наших героев веры то нам нужно заметить это о нем. Когда правил Саул то где находился Ковчег Завета знаете ли он был в Израиле но не в Иерусалиме. Дэвид wants the ark of God's presence in Иерусалим. И нужно понять the ark of the covenant was not just a symbol of God's presence. God literally dwelt over that ark. Бог в буквальном смысле жил он находился в присутствии этого ковчега. Что он قال о лихор грapers» то которое и вой это у ты Продолжение следует...